Всем привет дорогие друзья! На улице реально очень уже прям потеплело и хочется что-нибудь такого, что-то вроде охладительного, можно сказать даже и так. Давайте вместе со мной сегодня приготовим окрошку. Готовится легко и просто и для тех, кто не знает, как готовится окрошка, только видел по телевизору или услышал от знакомых, Сегодня я вам покажу один из рецептов окрошки, так как окрошка бывает на кефире, на сыворотке, на минеральной воде с добавлением сметаны, а также просто на сметане. Поэтому один из рецептов я хочу вам сегодня показать. Ну что, поехали! Ингредиенты для нашей окрошечки это отварной картофель, яйцо сваренное вкрутую, а также колбаса я беру докторскую. Также готовил из куриной грудинки, получается не хуже и даже, мне кажется, даже вкуснее. Но сегодня у меня докторская колбаса. А также два пучка укропа, средних таких, редиска, огурец. Я беру все ингредиенты обычно на глаз, нет конкретной у меня, скажем так, количества по ингредиентам, поэтому также можете все брать на глаз. Ну что, начинаем все нарезать, все кубиком, ну и будем добавлять потом кефир. Готовлю окрошечку на кефире. Нарезаем редиску сначала слайсами, примерно в полсантиметра. После того, как нарезали всю редиску на слайсы, отправляем, вот такой вот у меня есть кухонный девайс, прибор, и все нарезаем кубиком. Все, у нас получился идеально красивый кубик. И просто красотень получилась. Вся продукция должна быть обязательно прохладная. Я уже не говорю за холодную, но прохладная. Так что постарайтесь все продукты поместить в холодильник, а потом уже все нарезать. Также огуречек нарезаем на слайсы. В идеале, конечно, когда есть еще дополнительные две руки, готовится окрошка намного быстрее. Поэтому, если есть у вас помощник, это, конечно, здорово. Легким движением руки. И вот наш огурчик также уже готов. Нарезанный кубиком. Красивенько. И выглядеть уже будет в самом блюде очень интересно. Картофель также. Слайсами, только немного крупнее. Картофель всегда нарезаю крупнее. Картофель, яйцо, колбасу или мясо я нарезаю крупнее. Если у меня вот кубик был мелкий, сейчас будет крупный. Просто переворачиваю. Все, и нарезаем крупно. Ну, и картошка готова. Все, колбасу так, через крупную решеточку. В четыре руки, конечно, готовится намного все быстрее. Оператор мне прямо очень помогает сегодня. Большое спасибо ему. Яйцо просто разрезаю пополам. И отправляю через крупную терку. Все, осталось нам только нарезать укроп. Залить кефиром. И наша окрошечка будет готова. Так, укроп нарезаем мелко. Все, отправляем наш мелко нарезанный укроп. И теперь можно смело заливать или кефиром, или сметаной, или сывороткой на любителя. Все, заливаем кефиром. Так, у меня есть немного охлажденной воды, кипяченой. Я просто разбавлю немного водой. Грамм 200, наверное, точно добавлю воды. Хотя, чуть-чуть, может, меньше. Все, теперь нужно присолить. Пробуем на вкус. И можно уже угущать гостей. По густоте можете выбирать сами. Сделать более жиже, или еще более гуще. На вкус и цвет выбираем сами, ребят. Все, теперь пробуем. Ну вот и все, дорогие друзья. Наша окрошка готова, готовится легко. На самом деле, если есть у вас еще две руки, как у меня сегодня, готовится реально очень просто и легко. Очень вкусный супчик. Просто обалденный. Так что готовьте вместе со мной. Я надеюсь, вам так же понравится. Радуйте своих близких и родных. Давайте попробуем, что у нас получилось. Для этой поры, ребят, то, что нужно. Сейчас уже все овощи по приемлемым ценам. Поэтому окрошка получается не очень дорого. Готовьте мясо мной. Ну, дорогие друзья, кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на канал, а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok